Разносторонняя атака была, не только по краям. Блок не был таким непроходимым, да. Вот атака Бабкевича на хорошем мяче. 4 по 4. Факел, хотя бы в концовке набрать больше очков, чем соперник. И сейчас блок была флана Бабкевича. Дисевич забыл уже совершенно про Илью Казаченко. Неплохо, кстати, подал. И здесь не будет атаки у Факела. А думаю, если сейчас Нижегородцы забьют, то будет тайм-аут от Яковлева. По-моему, там у него еще есть. А нет, в защите здорово. Факел играет и есть возможность все-таки свою атаку провести. А вот как раз и Владислав Бабкевич. Как-то незаметно для меня он появился на площадке. И вот сейчас прекрасно видно, как эти 2.09 белорусские взмывают в Нижегородское небо. Динайкин снова выпито. И хорошая передача может быть немножко низковата для преимущества. Еще одна подача. Снова выбитый прием. Бабкевич наконец-то уходится до подачи за счет мастерства Владислава Бабкевича. Пока подавали в Динайкину, но сейчас в центрального. И снова передача на Бабкевича. Тот готов. И забивает. Пошла, играл Бабкевича. Сейчас сетка смягчает. С того Вышников выбирает. Бабкевич. Бабкевич сейчас загружался в такой полете. Зависся. И все-таки атаку соберут все. Сема атаки увеличилась. Бабкевич на двойном блоке. И справляется по высоте. Очень ацетичный молодой человек. И Михайлов там как будто бы даже не мешал. Атаковать Мэтью Андерсон. Вновь. Чанчиков справляется с приемом. И Бабкевич. Вот он, Владислав Бабкевич, которого мы ждем. Смотрим, как у него получится первый мяч. Немножко упрощает передача на Бабкевича, который не замечает огромный блок в исполнении Ильи Власова и Ярослава Подлесных выше блока. Шестую зону тоже. Связка Никита Маршавин. Но центральные на них. Это Петр Юрьевич. Острая подача снова. На приеме нет. Остался Красиков вместо Ботина. Бабкевич. Весоченная передача. И два больших минус пять. И теперь плюс два. Ну, в принципе, за счет активной игры Патина. Ну, вот сейчас хорошая атака организовала. И Бабкевич, вроде бы, приложился к этому мячу. Да и никого не было в шестой зоне его локомотива. Бабкевич. Ну, вот снова стреляет. Так, как умеет Владислав, конечно, багел с Бабкевичем в лучшем. Так, Вадим Юрьевич справляется. Атака будет. Бабкевич просто перекидывает. Здесь удалось игрокам задержаться и отразить. Но и сейчас хорошо уже на силу решил Владислав сыграть. Так оно случилось. Еще одна острая подача. И снова безошибочный сброс. Мячик в защите Динамо достает. Показывает, что был пол. Но, наверное, не было. И тут же доигрывает Баскевич. Еще один мяч из-за линии по первой зоне. В лавре Керминина. Он не настоял правильно от либера команды Динамо. Так, упрощает Федор. Первый темп сейчас Александр Мельников. Но удается поднять игрокам «Зенита» и даже атакует. Федор Воронков. Бабкевич. Вот сейчас хорошая высота. И добивает он мяч до площадки. Зрители скотируют. И дайв. Бабкевич. На высоком мяче сам на тройном блоке. Выше рук Белогорцева. Да, дайте этому парню повыше. И его, конечно, никто не достанет. Давными первый год в составе «Факела» в прошлом году в аренде играл в Ярославле. И вот с этого года в Суперлиге, я думаю, что, наверное, первый выход на площадку в этом сезоне. Давайте посмотрим, насколько он будет удачно. И сейчас можно его подключить, наверное, в атаку. Ну, атака, возможно, совершается, который у всех. Теоганально будет и слабо кем. И на высоте возвращает. Еще одна устроеподача. Макаренко выбивает мяч. Не могу справиться на приеме. Очень низкий процент приема будет в первом сете у Сургута. Еще одна быстрая, скорее всего, атака будет. Это по-моему, еще не очень высокого Макаренко. На этот раз в Либеру летит мяч. Бабкевич уже слева оказывается и снова переигрывает волейболист Курала. Не успел после блока среагировать Макс Каванна. Ну, прием отметим, безусловно, что один из самых сложных элементов в исполнении. И поэтому только небольшой кокорти игроков, включая Либера и двух доигровщиков, доверяют этот элемент. Вы помните. Динекин. Динекина. Хорошая подача. Но Амар. Еще одну очку Бабкевич может выиграть. Да, но и он это делает из трех мячей. Один полон под кальку. Динекин. Поправляют казанцы в приеме, но не так просто, как кажется. Дмитрий Волков. Атака задней линии. Не сбивает Дмитрий. Скидка. А вот здесь казанцы не успели подстраховать. Можно отметить, что обе эти команды вышли в финал четырех Кубка России. Динекин. Динекин Крук прошли выбитый прием. Есть возможность атаковать. Как распорядится Гранкин. Дает на Бабкевича. Бабкевич опять в чистую зону. Не справляет. Но я думаю, что в этой ситуации она свежего Бабкевича. Он и на хорошую подачу справляется. Борис из нового ренгоя. А вот и Бабкевич давно мы его фамилию не произносили. Он напомнил о себе Владислав. Еще одна великолепная подача. Так, ну и достает, достает. Это фрилбол будет для Пакела. Есть возможность атаковать. Гранкин с кем сыграет? С Бабкевичем. Да. Не разобрались игроки Зенита. Все-таки до последнего в тайне держал Гранкин. С кем он будет играть. Сыграл с Бабкевичем. Дикарев переходит на планер. Керменен. Передача на Соколова. Двойной блок. Бабкевич хороший. Самсу добавляется в атаку. И вот она защита. Тут же передача. Атака. Один стоячку в Копилке Пакела. Минус пять. Много? Да, много. И уравновешенность в третьем сете. Шипоська на приеме. Первый темп леворукий бьет. Но передачи нужно было бы свистнуть. Но судья это не делает. Вышников на крайность его железа. Страхует сам себя Йоркин. И переходящий мяч Бабкевича. Третий. Матчин. Матчин. В этом сете лучше бы наверное выиграть. Денокин хорош в приеме. Еще раз Бабкевич. Теперь на высоте. Аблоку Бабкевич пошел. Чуть-чуть выше Гранкин Бабкевич. Казаченко. Отличная подача на приеме неплохо. Турбану без хорош. Еще одна атака будет у Фангела. Он оба старта. Аблоку Бабкевича и не издорок. Симашелес не ошибся. Сыграли в защите. Автомотив хорошо. Будет вводить мяч в игру. Сетка смягчает. Сергей Гранкин. На кого? На Бабкевича. И хорошо зарабатывает Владислав. Это очко. Денекин. Бабкевич. Отличная передача по высоте. Соколов там пытался где-то на четвертом этаже ловить Бабкевича. Бабкевич оказался выше. Он бил на пятку. А сейчас решил укоротить. Бабкевич. Хорошо. Снимается он с этой подачи. Мать. Теперь Чанчика в приеме. Бабкевич на высоком мяче. Каким-то образом попадает Соколову, который разводит руками, не понимая, как это туда мог попасть этот парень. Бабкевич на высоком мяче. В защите Кириллов неплохо. Но будет еще одна атака. Снова Бабкевич. И еще на более высоком мяче. В шестую зону против одиночного блока. Вадимецевич справляет Сурса с приемом. Первый темп. Здесь Чанчиков страхует. И атака Бабкевича. Ну, хорошая высота была. Да, и Влад классно распорядился сейчас этой атакой. Нисколько на силу, сколько на технику отправил мяч туда. Прносит свои плоды. Еще одна подача Динейкин. На высоком мяче Бабкевич. И он хорош. Ну, наверное, можно было отдать и предыдущую передачу Сергею. Именно его. Лайнер справляется Чанчиков с ним. Атака кого? Бабкевич. Да. В Ковалева. Ковалев мяч не обработал. Да, 9-10. Макаренко. Сетка смягчает. Отличный прием. Бабкевич высоченная передача против одиночного блока. Ударил так, что Дмитрий Красиков, аж прыгая так высоко, не удержался на миссии. Бабкевич. Отлично, отлично. Сам принял, сам забил. И тащит свою команду к победе в этом сете Влад. Выполнять рискованную подачу. Нет, он, кстати, упрощает. И Влад Бабкевич. Хорошая высота. Но Женя Гребенников на месте. Но не удалось, конечно, поднять после этого мяч. Улетел он далеко за пределы. В этом эпизоде. Гребенников неплохо. Вот столько мячи Соколов, Чарчиков. Бабкевич. Решай, Влад. И он решает. И он решает. И доставляет болельщик. И нам всем огромное удовольствие от того, что мы сможем с вами продолжить смотреть этот замечательный матч. Небольшая пауза. Не уходите. Субтитры сделал DimaTorzok